Медовый месяц И бессонные ночи влюбленной, беззаботной парочке. Казалось, что блаженные ангелы, спускаясь с небес, усаживались у постели и пели им песни любви, упорно соединяя чистые души. Наступило то время, когда легким бесшумным их вдохом не мешали преграды, и их тела ваяли то карамельный вальс, то горячее пламя, любя жадно каждое чудо мгновений близости, растворяясь в друг друге и забывая, что они разлучны, туманно утрачивая в мерцании небесных светил рассудок и едва удерживая торопливые медовые часы, бегущие вперед. В эти минуты молодые свято верили в неугасающую, вечную любовь. Яркие звезды заглядывали в приоткрытые окна их спальни, боясь быть замеченными, стесняясь и пугаясь, вздрагивая от легких стонов томных сердец, величественно удовлетворяясь небесной гармонией и наслаждением молодых страстных душ, склоняясь над их счастьем, как рисованные образа из белых искрящихся облаков и собирая в ладони дни их светлого блаженства. Вновь испеченная семья проживала в доме Жениных родителей. Им любезно выделили самую большую комнату дома. Три светлых окна освещали ее солнечным ярким светом, согревая лучами по утру и до раннего вечера, весело сияя золотом лучей по стенам и простору спальни молодых. Раньше комната именовалась залом, на то время богато обставленная новой мебелью в коврах и сервизах. Зало – мечты каждого молодого человека. И по меркам Светланы – несказанная роскошь. Больше, чем требовалось для удовлетворения бытового уюта. До сели Светлана не видела такого великолепия и излишеств, и была счастлива пребывать в любовании новшеств, питая в себя время тихого счастья, уюта и красоты. Оставаясь беззаботной, наедине с чувством, влекомым ее в цветочный рай наслаждений с любимым. Сладострастное время держало их своими объятиями и укрепляло веру в бесконечность происходящего, сливая в один, однородно мягко текущий среди тихой сочности травы, прозрачно-хрустальный ручей в ажурной марлевой дымке. В соседней маленькой комнате жил брат Василий с женой Татьяной, немного под устав от ожиданий потомства, теряясь в верных надеждах, но стараясь не забывать, что тучи плачут, да проходят мимо, принимая все как должное и подчиняясь судьбе, с великодушным пониманием ситуации уступали дорогу молодым, занимая простенькую комнату, обставленную по старинке, обычной на то время крепкой дубовой мебелью. Но это не принципиально. Впрочем, как и Светлане. Она никогда не знала богатства и ее устраивало любое убранство и размер комнат, лишь бы был рядом тот, кто ей дорог. В ней не присутствовало алчности и меркантильных интересов, только лишь безмерное любование тем, что имела в настоящий момент. Татьяна была из богатой семьи и считала излишество обыденностью. Василий тоже относился к роскоши привычно, будто другой обстановки и не бывает. Все повседневно и обычно и только Светлана, жившая долгое время не то чтобы в бедности, просто и в ее квартире присутствовали лишь самодельные диваны, кровати, столы и не было современности. Она могла оценить разнообразную красоту расписной посуды и тонкий звон резных, ее обожаемых хрустальных ваз, каждый день наполненных цветами из маминого сада. А уют и расположение новой мебели, вмещавшей в себя огромное количество домашней утвари и создающей комфорт, где нечего добавить. Светлана с благодарной, легкой душой принимала как ценный, значимый подарок судьбы и с первых дней полюбила заглядывать в стенку и складывать вещи, наводя порядок на полках. Пока семья Василия жила без детей, места хватало и на маленькой площади, а важная миссия деторождения автоматически возлагалась на Женю и Светлану. Мама в ожидании внуков была щедра, помещая их в сияющую новизной и простором светлицу дома. Молодые наслаждались друг другом, не всегда успевая должным образом оценивать данную им окружающую красоту. Потому что их первые совместные дни были похожи на хмельных, беспечных юнцов в беззаботном, сладостном рассветном сне, где возникал и парус в дымке, и плод под балдахинами, на легко несущих волнах увлекая молодую пару ребристой гладью к неведомым берегам, туда, где они не бывали, но мечтали побывать сладостно, незабываемо, но хотя бы мгновенно. Медовый месяц прошел незаметно, побежали своим чередом обычные дни. Молодые, приходя в себя, стали осознавать, что мир велик, что он не заключается в четырех стенах, и уже приветствовали встречи с друзьями. Разнообразие сладкие ночи. Они разъезжали, обуздав велосипед, с ветром уносясь в синие туманы теплых вечеров, придумывая развлекательные, щедрые мероприятия. А то и нежданно-негаданно преподносили себя домашним, посетив вечера милых бесед с родными, взаимодействуя с разнообразно кипящим в тесной компании энергетическим потоком. Но не за горами, сказалось, и пора, где предстояло работать и готовиться к дальнейшей учебе. Каждый из молодых из праздного томного состояния перевоплощался в заботы будней, начиная строить планы на серьёзную дальнейшую жизнь. Ребёнка зачать в первый месяц не получилось, но не потому, что не старались, видимо, ещё молоды, значит, не время, но не всё, как говорится, сразу. Не пришёл тот час, чтобы своять их неповторимое продолжение. Женя обдуманно принял решение поработать на железной дороге в вагоне-ресторане. Ему хотелось увидеть мир, да и времени на такой работе было достаточно, чтобы подготовиться к поступлению в медицинский институт. Две недели в поездке, две дома – подходящий режим для начинающих. Успевай только дерзать узы науки. Денег в семье хватало, мама хорошо зарабатывала, да и все остальные члены семьи усердно нарабатывали зарплаты и премиальные за доблестный труд. У каждого взрослого человека в то тяжёлое советское время не было даже в мыслях тунеядничать или отлынивать от трудового стажа. Во времена СССР работу находили легко. Вторая мировая война предоставила её своим гражданам на столетия вперёд. И самая главная задача была в том, чтобы не ошибиться в выборе профессии. Пристроившись на железной дороге и приступив к работе, Женя не составила труда свыкнуться с новым режимом и обстоятельствами. На плечах молодецкая с понятием «голова» и желание зарабатывать, найдя интерес в исполняемом деле, чтобы достойно нести звание главы семьи. Тем более в советские времена общественные деятели устраивали трудовые соревнования, призывая рабочий класс к стахановской работе, где выполнение пятилетнего плана исполнялось за четыре года, где под лозунгами народ продвигал страну к светлому будущему, мечтая о коммунизме и равенстве, свято доверяя вышестоящим органам и власти. Светлана, став часто оставаться в доме одна, без мужа, робко привыкала к устоям в недавнем времени чужой семьи, изредка держа легкое противостояние в правилах поведения. Но, понимая, что свекровь уступать не будет в силу своего генеральского характера, приспосабливалась, как юный пионер, быть ко всему готовой, лишь бы не подумали плохого. Она, понимая, что не на высоте, почему-то винила себя в том, что она не парень, явно осознавая, что у девушек после замужества слишком много обязанностей, и только жена должна идти на различные лишения, чтобы создать уют в общем доме. Светлана, панически боясь не справиться с обязанностями, медленно, но верно искала компромисс между своим «хочу» и «надо». И, видимо, благодаря податливости и старанию в незнакомой ей рутинной работе дома на земле, она преуспевала и вписывалась в мужнину семью. А домочадцы уже давно работали и жили, поживали в дружной, слаженной компании, не напрягаясь. Молодые и постарше, не пререкаясь, не ставясь, а понимая и защищая друг друга, чтобы без лишнего напряжения. И Светлана, бывая даже очень усталой, ни разу не ощутила себя одинокой, а наоборот, помощь приходила своевременно и с пониманием. И по секрету замечу ей, и по секрету замечу, ей было трудно, но лишь по молодости. И не верю, что все получится не хуже, чем у старших. Хотя в невыносимо трудные моменты отчаяния ей нестерпимо хотелось позвать маму Екатерину Ивановну, которая была всемогущей и крепкой, которая прошла эти трудности давным-давно, оставшись без родителей в раннем 11-летнем детском возрасте. Светлане нравилось наблюдать, как живет брат Василий с женой, и она частенько, забавляясь, наблюдала за ними. В их отношениях хоть и присутствовала обыденность, но он, как и младшенький, обладал юмором, был всегда раскрепощен, бесконечно подшучивал над женой, а она же воспринимала шутки всерьез, объясняясь и оправдываясь, что было вдвойне смешно. А когда понимала, что ее разыгрывают, отшучивалась ответно, и никто не понимал, игра это или правда. Какая есть да-да, приятно наблюдать за сложившейся, а точнее прижившейся к друг другу парой. Интересные и любимые, потому что почти родня. Светлана очень дорожила близкими людьми, ведь это люди, которые рядом, которые всегда придут на помощь, помогут в горе и в радости. Брат Василий к Светлане отнесся так, будто знал ее всю жизнь. Она тоже была девушка с юмором, понимала и поддерживала его замысловатые хитрые шутки. Они ей казались удивительными. Как и если бы молнии сверкали на зимнем небе. Откуда они ему приходили? Наверняка с небесных верхов. Как не есть? Чтобы слушать интересные истории, которые Вася любил рассказывать Светлане, приходилось вскидывать вверх голову, потому что он был высокого роста, на голову выше брата. При этом она успевала изучать его неординарные черты лица и звездность световой гаммы его глаз, их хитрость и искристость. Во время придумок и юмора Вася с ней шутил неоднократно, склоняя неестественным образом длинную шею, подбирая новые смешные выражения, заводя присоединившуюся публику и радуясь, что слушателей прибавилось. Жена Татьяна была стройной высокой девушкой, как говорится, почти догоняла мужа. Добродушно и компанейски весела. Статная походка придавала ей официальности, возвышая и делая почтительней. Подводила лишь доверчивость, но не сбивалась к колее, лоснясь юмором мужа и ее находчивостью. Классные! Мне такие родственники и нужны. Будем дружить, думала Светлана, не помышляя об обратном. Прошло еще две недели. Женька привыкал к новым условиям жизни, включая работу и трудности, связанные с ней. Он бесконечно скучал о любимой жене и ждал, как прежний юнец, встреч со Светланой. Женя, будучи оптимистом, свято верил, что совместно любые трудности преодолимы и наперекор злым языкам не сомневался, что тыл у него надежный, что Светланка будет непременно ждать, и в их молодой семье будет идти все ровно, как по накатанной. А разлуки не так, чтобы долгие, и он с легкостью переживет их с ней. Так, впрочем, и было бы, но судьба не без сюрпризов. И как-то раз из очередной поездки Женя вернулся домой, то ли огорченный, то ли задумчивый, и по осунувшейся осанке и отведенных взглядов была видна озабоченность, отчего Светлана понимала, что явно что-то не так. Его лицо изменило цвет на пунцовый, а мысли будто мутно застыли в неподвижности, выдавая мучительно болезненное замирание сердца. Он поник головой, стараясь самостоятельно справиться с ударом под дыр, в который не до конца верил и, желая не свихнуться, а свыкнуться с навязчивой ситуацией извне, будто искал выход. Тревога выдавала его, и, заметив неладное, Светлана решила вмешаться, стараясь исправить его непонятное поведение и помочь ему из него выйти. Не выдержав, будто любопытствую, она завела разговор. «Женечка, это что-то серьезное?» Но муж не раскрывался, а наоборот старался до последнего молчать и, будто не понимая вопроса, спросил «Что?» Светлана, всполошившись из-за того, что Женя скрытничает и не ответил сразу, насторожилась, пронзительно запустив взгляд на его бегающие зрачки. «Ты огорчен?» «Это заметно!» Удивленно сказала она. Ответ последовал незамедлительно. Женя понял, что волнение передалось Светлане, а волноваться ей нельзя. Вдруг она беременна? «Ну, знаешь, милая, это какая-то ерунда. Не думаю, что стоит об этом говорить». Он отнекивался, оберегая ее покой, но молодая жена настаивала. «Надо рассказать! Все, как на духу, поверь мне! И не тревожь, ты ж пойми, я уже переживаю!» Утвердительно, но тихо и нежно, заглядывая ему в глаза, промолвила Света, и Женя сдался. «Ну, ладно. Ну, пообещай, что близко к сердцу принимать не будешь». Он подошел к ней вплотную, притянув к себе за талии, и Света, радуясь близости и обоюдному интригующему разговору, забывая о плохом настроении, мужа защебетала. «Ну, конечно, конечно, обещаю. Ты думаешь, так будет лучше?» Затем, снова волнуясь, Светлана всматривалась в его серьезное лицо и торопела. Женя же оставался унылым и озабоченным, как никогда раньше, и отвечал ей в глубокой задумчивости. «Я уверен, непременно будет лучше». Он по привычке заботился о своей малышке, чтобы не навредить ее здоровью, и обдумывал каждое слово прежде, чем начать говорить. А Светлана, беззаботно и обезбашенно легкая, отвечала, не думая о плохом. «Хорошо, хорошо, Женя». Ей становилось невтерпеж. Надо было поскорее узнать, в чем же дело. Может, вовсе не стоит волноваться. Как всегда, у Светланы проскользнула надежда на пустяк, незаслуженно, напрасно, тревожащий их дружную семью. А Женя, пребывая в сильном волнении, осторожно прощупал настроение любимой жены, после чего снова заговорил. «Ко мне вчера подошла цыганка в поезде. Представляешь? Ну и что? Она тебе что-то наговорила? Но ты же понимаешь, ты же не маленький, что верить не надо. Они обманывают, причем очень часто». Отмахиваясь от ненужного, поспешила его успокоить Светлана облегченно, выдыхая задержанный в легких воздух. Женя тоже перевел дух. «Так что, дальше не рассказывать?» Он смотрел на нее с упавшим сердцем и ждал ответа, желая закончить разговор, не начиная. Света, разогретая любопытством, смягчила и без того мягкий голос. «Да ладно, ты уже начал говорить, так расскажи!» Не веря в беду, благосклонно усмехаясь, произнесла Светлана, и Женя ничего не оставалось, как продолжить. «Ну мы договорились, переживать не будешь, потому что это враги. Ну знаешь, моя радость. Я задумался лишь о том, что где-то уже слышал похожие слова в мой адрес. Не могу только вспомнить, где я. Не люблю эту нацию, но цыганка так цепко схватила мою руку, что не вырваться, не уйти. А я старался изо всех сил, честно». Но она цепкая и дерзкая такая, глядя мне прямо в глаза, сказала, что в двадцать лет я умру не своей смертью. Света, ты не представляешь, от ее неземного голоса по вагону покатилось эхо, и слова ее жестокие, как из-под земли гулом по мне пошли, и жуть, жуткая по телу, будто нервы звоном до сердца. Женя, говоря, это будто уходил в себя, вспоминая слово в слово сказанное и тревожился, но Света, будто не понимая смысла слов, как дыреха, от души рассмеялась. «Ха-ха-ха! Женя, да тебе через неделю двадцать один стукнет, ну подумай, смешно же слушать такое!» Она отвернулась от него, представляя эту нахалку, наговорившую ее мужу столько бессмыслицы, ей и вправду было смешно. Что такое неделя? Съездить один раз в рейс? Светлана, стоя у трюма, стоявшая в углу комнаты между светящихся солнцем окон, расчесывала свои блестящие, сытно-каштановые волосы, которые на солнце, заглядывающем сквозь тюль, переливались радугой весело, смеясь, любуясь собой в зеркало, даже нисколько не переживая об услышанном, не распознав ни миллиметра правды в словах ворожея и переводя тему в другое, более приятное русло, заговорила. «Хм, кстати, а когда будем отмечать твой день рождения? Уже пора назначить день. Друзья, когда меня встречают, давно интересуются. Ну, честно, что им говорить?» Женя задумался, ему вдруг вспомнился львовский вокзал, и первое в его жизни непонятное и жестокое предсказание старой цыганки, и Женя покачнулся. «Жутко», подумал молодой парень, но о своих предчувствиях промолчал и с опозданием, будто обдумав ответ, стал отвечать жене на ее вопрос. «Светочка, думаю, что в этом году мой день рождения отмечать не предвидится. Я буду в дороге, да и не хочется. Ты знаешь, почему-то грустно от сопровождающих странных событий». Выражая искренне нежелание, отмахнулся Женя, но Света, понимая, что мужа надо выводить из черных мыслей, весело продолжала настаивать. «Женевушка, ну, друзья же ждут, ждут, не дождутся. Каждый день спрашивают, когда будет юбилейное твое взросление? 21 – это полное совершеннолетие. Надеюсь, ты помнишь, Женька!» Света голосом хитрой лисички девчонки давила на мужа, добиваясь положительного ответа, прекрасно осознавая, что влюбленный муж ради нее пойдет на все. Женя, не выдерживая напора Светланы, стал поддаваться и думать, что жена права и преображаясь, согласился. «Тогда давай завтра. Как-никак, воскресенье, выходной, вот и отметимся. Надеюсь, что ты успеешь приготовить угощение». Светлана радовалась возвращению хорошего настроения мужа и тонко щебетала. «Ну, конечно, конечно, как ты скажешь, милый?» Целуя в губы цветущая, в совместном пребывании от счастья шептала она. «Приготовлю столько, сколько нужно будет». «Не сомневайся». Света искренне порадовалась тому, что они пораньше отметят день рождения Жени. Ей казалось, что в этом случае предсказания цыганки, но никогда, никогда не смогут сбыться. Какие же это были глупости, надуманные и неверные. Но они успокаивали и радовали молодой щиту, и плохие новости тут же перестали быть актуальными. Она сиюсекундно переключилась на другие дела, проворачивая в мыслях приготовление стола, салаты и разные разности, она умела готовить и помощницы, Татьяна с мамой и скусницы в этом деле. Уж что-что, а покухарить им не впервой. Гости не успеют и глазом моргнуть, как будет. Все готово. В понедельник уезжать в рейс, думал Женя. Тяжеловато будет после застолья. Ему не хотелось празднеств, но отметить для друзей надо. Пока мы молоды будем гулять, окончательно решил он, переключаясь на план подготовки к спонтанному неожиданному празднику. День рождения, едва успевая с организацией по их совместному плану, отгуляли очень весело. Стол не остался без угощений, друзья принесли многообещающие ценные подарки, даже Светлана и мама не остались без цветов и ответного внимания. Настроение приглашенных было больше, чем торжественное, потому что неугомонный Женя от природы был прирожденным организатором праздников, умел делать уют и, если нужно, и интимную обстановку. Для этого у него и только у него были самые современные пластинки и кассеты, он знал самый новый стиль музыки и мировых лидеров этого поприща. Он умел первоклассно выглядеть, умел выбирать лучшее вино и интуитивно, чувствуя желание каждого гостя, умел создать обстановку значимую для приглашенных. Поначалу следовала торжественность праздника, от которой накатывались слезы радости ранимых душ, а затем благодаря стараниям хозяина и его ухищренности следовало насыщение и расслабление дорогих им гостей, особенно девушек, которые все принимали за чистую монету и выплескивали собравшимся искреннюю непосредственную любезность и участие в торжестве. В общем, неудовлетворенных желаний у приглашенных не было, и организованное ими мероприятие понравилось всем, его друзьям и подругам, соседям и одноклассникам, молодым и постарше. Женя довольствовался своими стараниями и целый вечер пребывал в хорошем расположении духа, просветвленно улыбаясь и великодушничая. Лишь соседка тетя Нина молчала, понимая, что ничего не сможет изменить и не вмешивалась и не подсказывала, хотя беспокоилась предчувствием неладного, потому что, как и многие взрослые люди, верила в приметы, а потому была почти убеждена, что нельзя праздновать день рождения раньше того дня, в который именинник был рожден, не на шутку побаиваясь, что веселье может закончиться плохими событиями. «Валюты» и «Валюты» 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 «Валют» Продолжение следует...